МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...прямо сейчас. Телеканал Обидное ТВ, наши гости. Мы побеседуем с начальником отдела по сельскому хозяйству, охране окружающей среды администрации Ленинского района Татьяны Лебедевой. Здравствуйте. Татьяна Дмитриевна. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать нашим телезрителям, что на протяжении всей нашей программы на экранах вы будете видеть телефоны, по которым вы можете позвонить, задать свой вопрос. Оператор переправит мне его на ноутбук, и я озвучу его нашей гости. Кроме того, свои вопросы вы можете задать в любой социальной сети. Но перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы наши режиссеры показали один из сюжетов, который мы сняли совсем недавно. Тема довольно злободневная и волнует, и, я думаю, и волновало раньше, и будет продолжать волновать еще некоторое время. Всех жителей, по крайней мере, города Видное. На московском коксогазовом заводе состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологии. Такие мероприятия проходят по инициативе жителей и администрации муниципалитета, и на них присутствуют сотрудники предприятия и экологи. Раньше было сложно искать какие-то общие точки соприкосновения, да, решать вопросы. То есть сейчас есть обратная связь с коксогазовым заводом, а это значит, что мы будем добиваться дальнейших тех же природоохранных мероприятий и ответов на наши вопросы. Основной вопрос, который больше всего волнует население – периодические выбросы в атмосферу. Через своего представителя на таких встречах жители могут получить информацию от первоисточника. Мы обсуждаем это также у себя на районе. Собираемся с представителями, с жителями, вернее, собираемся, обсуждаем все интересующиеся вопросы. Я их задаю также здесь сотрудникам коксогазового завода. Также мы обсуждаем эти вопросы. У нас есть чаты, которые нас природоохранные добавили. В этот чат мы выкладываем всю информацию по измерениям. Они нам рассказывают, объясняют то, что действительно превышение это идёт и от чего это может быть превышение. От коксогазового завода или какие-то другие там сферы влияют. Фиксировать показания веществ, содержащихся в атмосфере, теперь жители могут с помощью специальных газоанализаторов, которые им выдали представители Всероссийского общества охраны природы. Работает достаточно просто. То есть здесь забирается воздух, каждые три секунды происходит измерение, выкладывается на шкалу. Мы через специальное приложение, у нас коллеги-активисты здесь скачали. У нас один прибор находится в купеленке, второй находится в красках. Соответственно, они производят замеры, выкладывают эти замеры на чат. И мы дальше анализируем, что происходит, в том числе и выявляем там источники. Со своей стороны Москокс постоянно работает над модернизацией экологического производства. Месяц назад на предприятии ввели в работу новый газгольдер. Он позволяет регулировать давление газа в системе. А скоро появится и другое оборудование. Мы планируем ввести еще новую установку. У нас монтаж уже проводится на территории. Это установка предотвращения выбросов при наливе смолы в железнодорожные цистерны. То есть мы будем собирать, отсасывать все пары, которые у нас при этом будут производиться. И направлять их в печь на сжигание. То есть в атмосферу после этого, там температура очень высокая, практически ничего лететь не будет. Кроме того, сотрудниками завода также проводится мониторинг окружающей среды. Дмитрий Книга, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ну что ж, тема действительно более чем актуальная. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях начальник отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского района Татьяна Лебедева. Татьяна Дмитриевна, ну прежде всего нам, наверное, в начале нашей беседы следует определиться, собственно, какие полномочия определены законом для исполнения органами местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды. Потому что я так думаю, что люди думают, что вы можете всех казнить и миловать, ловить, наказывать и так далее. Что на самом деле? Мы много чего можем, на самом деле. Но, конечно, хочется пояснить, что существует определенное законодательство, которое наделяет полномочиями органы местного самоуправления. В первую очередь, это 131-й федеральный закон о местном самоуправлении, который говорит о том, что орган местного самоуправления, именно муниципальные районы или муниципальный округ, имеет право организовывать мероприятия экологического характера на межпоселенческой территории. То есть это наши мероприятия должны затрагивать несколько поселений нашего округа теперь. То есть мы должны проводить, допустим, мониторинг атмосферного воздуха, но как таковое понятие мониторинг мы не можем использовать. Поэтому мы проводим, например, такую акцию, как «Чистый воздух», мы ее назвали. То есть отбираем пробы воздуха, мы их отбираем для того, чтобы информировать население о качестве атмосферного воздуха в нескольких населенных пунктах, в нескольких поселениях, допустим, поселительское поселение Развилковское и городское поселение Видное. Также проводим такие, как мы их называем, акции «Чистая вода». Отбираем пробы воды, водных объектов по всей территории нашего муниципалитета. То есть здесь именно говорим о том, что локация идет не на одном населенном пункте, не на одном городском поселении, например, или сельском поселении, а в нескольких населенных муниципальных образованиях нашего округа. И правильно я понимаю, что, в принципе, вы это делаете все не одна, не вы конкретно одна, а не ваш один отдел. То есть здесь вы работаете в связке с другими структурами. С другими структурами, да. Непосредственно для того, чтобы отобрать пробы воздуха, организовать такое мероприятие в рамках, опять же, муниципальной программы по экологии за счет бюджетных средств муниципального района, нам, мы, то есть проводим закупки в соответствии с законодательством бюджетным, осваиваем, так скажем, бюджетные средства, именно, ну, не стараемся, вернее, мы соответствуем бюджетному кодексу. Мы не можем купить стационарные, мониторинговые стационарные посты поставить, мы не можем содержать, например, лабораторию, но мы можем посредством подрядных организаций заказать такие исследования и проанализировать эти исследования, направить их в надзорные органы, если что-то вдруг мы обнаружим, и провести соответствующие там надзорные мероприятия, организовать эти мероприятия. Какова же в целом экологическая обстановка вот в городском округе? Ну, как бы, такая обстановка, да, такой вопрос, обстановка относительно, потому как есть, конечно, очень много поступает, ну, жалоб, мне это, в общем-то, очевидно, на деятельность предприятий, именно на загрязнении атмосферного воздуха, например, да, но в то же время на состояние водных объектов, например, у нас, если посмотреть статистику наших обращений, то их не так много. Есть локальные точки, да, которые мы знаем, река Купеленка, река Бица, но именно локально, это не носит повсеместный характер. И, например, если говорить о почвах, о загрязнении почвы, отходы, то есть тоже есть именно локальные точки. Можно сказать, что экология в целом, если взять муниципалитет в целом, она, ну, на мой взгляд, как сказать, удовлетворительна. Вот, может быть, вот так. Ну, а если сравнивать, допустим, с соседними муниципалитетами, проводится такая статистика или нет? Ну, знаете, статистики такой мы не ведем. Мы ведем работу с соседними муниципалитетами, общаемся с ними на предмет, опять же, мы делимся какими-то своими работами, а не своими, да. И, в общем, с соседними муниципалитетами, ну, наверное, я так сказала бы, обстановка одинаковая в последнее время сложилась. Ну, вот, если мы говорим уже о воздухе, о атмосфере, какие-то поступают в данный момент жалобы от жителей и какого рода? Жалобы от жителей поступают на деятельность предприятий, в основном это коксогазовый завод, и в основном это на сжигание отходов, то есть выброс в атмосферу в результате сжигания тех или иных несанкционированных свалок. Ну, об этом мы тоже поговорим. Хорошо, вот поступила жалоба, да? На нее какой-то конкретно, на эту жалобу какая-то реакция есть? Или все-таки это, вот, как мы посмотрели в сюжете, какая-то большая плановая работа с конкретным, допустим, предприятием? Что касается жалоб на деятельность коксогазового завода, то это большая плановая работа, действительно, потому что это предприятие, оно является поднадзорным федеральным структуром. Федеральные структуры от нас находятся, ну, если вот по прямой линии говорить, да, немножко далековато, нежели с региональными органами власти, но, тем не менее, с департаментом Роспотребнадзора ведется, и с управлением Роспотребнадзора ведется большая работа в этом направлении. А если говорить о конкретных, ну, так скажем, менее масштабных вопросах, например, это сжигание отходов, да, то здесь мы пытаемся решить более быстро, оперативно сработать. То есть поступает обращение, мы стараемся, в первую очередь, выехать на место, определить местоположение, определить кадастровый номер земельного участка, собственника, выйти на этого собственника, призываем его к диалогу конструктивному, и далее, в общем, у нас получаются разговоры, то есть эти точки локализуются. Есть, конечно, такие проблемные участки, куда мы, ну, попасть, физически попасть не можем. Вот с ними мы в настоящее время продолжаем борьбу. Но борьбу тоже, можно сказать, физическую. Ну, то есть можно ли сказать, что в большинстве своем жители муниципалитета дышат свежим воздухом, но иногда бывают проблемки? То есть правильно я понимаю, что примерно ситуация обстоит так? Большая часть муниципалитета, я бы так сказала, дышит чистым воздухом. Хорошо, тогда мы, наверное, плавно перейдем ко второму вопросу, о котором как раз вы несколько раз сейчас упомянули. Это, собственно, и несанкционированные свалки, и сжигание отходов. Я попрошу наших режиссеров показать сейчас один из сюжетов, который мы также снимали совсем недавно. Ну, действительно проблема большая. Могу сказать, поскольку я сам работал над этой темой, могу сказать, что в тот раз все обошлось очень хорошо. То есть был представитель тех людей, которые, скажем так, непосредственно относятся к нарушителям. Они заверили, что все будет хорошо, и вроде как действительно на этой территории все сейчас нормализовалось. Обращаясь к нашим зрителям, я хочу напомнить, что у нас в гостях начальник отдела по сельскому хозяйству, охране окружающей среды администрации Ленинского района Татьяна Лебедева. Пожалуйста, внимание на экран. В микрорайоне Май, который находится на территории городского поселения Горки-Ленинские, жители дружны и проблемы решают сообща. Вот и сейчас они собрались, чтобы пообщаться с руководством поселения и задать свои вопросы представителю застройщика. Бытовых проблем, требующих решения, у этих людей хватает, но все они отошли на второй план, перед главной напастью. Началось это, ну, где-то порядка полугода назад. Сначала это было не так часто, может быть, раз в неделю. Потом случаи учащались, сейчас это каждую ночь происходит, то есть жгут пластик, жгут какой-то токсичный мусор. Запах очень сильный, невозможно спать с открытыми окнами. Все бастуют, у всех маленькие дети, много пожилых людей, то есть решать невозможно. Возгорание происходит на территории промышленной зоны, которая находится в непосредственной близости от жилого комплекса. Ее также арендует застройщик, но пока строительства здесь нет, сдает землю в субаренду. Май продолжается. Замечательные иллюстрации. Скоро здесь начнется строительство ЖК «Май-2». Возможно, через 4 года здесь и будет город-сад, но сейчас именно за этим красивейшим забором и сжигают отходы. Все это время жители не сидели сложа руки. Они направляли обращение в различные инстанции, в том числе и в Министерство экологии и природопользования Московской области. Откуда им пришел ответ? При рассмотрении вашего обращения установлено, что на земельном участке размещение, в том числе и сжигание отходов производства и потребления, не осуществлялось. Возможно, проверяющим просто не повезло, хотя в данном случае логично говорить о невезении жителей. На многочисленных фотографиях видно, что пожары здесь пылают и днем, и ночью. Причем, по заверению граждан, горят именно токсичные отходы. Мы вешаем детские вещи, у нас два маленьких ребенка, вешаем детские вещи за окном. Окна квартиры выходят наружу, во двор, то есть еще дальше, чем от объекта. Тем не менее, по утрам бывает видно, знаете, такие мелкие кусочки пепла. Причем пепел вот как паленый, сженый изоляции. Полипропилен это или что-то, я не химик, к сожалению, не знаю. Но выглядит достаточно неприятно. Прибывший на встречу с жителями представитель застройщика заверил собравшихся, что уже направил письменную претензию субарендатору. Также подготовлен план мероприятий по прекращению складирования и сжигания отходов. Но почему только сейчас? Реагируем не только мы, но и надзорные органы. Значит, жалобы начали поступать недавно. Действительно, офис продаж здесь. Мы открыты для жалоб и пытаемся тесно взаимодействовать с жителями и отвечать на все их вопросы. То есть жалоб до последних недели не было, что ли? Были жалобы, не надо. Не правда, жалобы враньё. Жалобы были письменные, устные. Обращение к застройщику было каждую неделю. На сайте застройщика жилой комплекс именуется не иначе, как город-курорт Май. Но сложившаяся ситуация мешает местным жителям почувствовать все прелести курортной жизни. Подключилась к решению проблемы и администрация горок Ленинских. Совместно с правоохранительными органами был проведен рейд территории. Да, действительно, на территории выявлено несколько очагов сжигания отходов твёрдокоммунальных строительного мусора. По результатам рейда материалы все направлены в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. Мы также решили лично посмотреть на территорию промышленной зоны. Правда, правоохранителей с нами не было, поэтому путь преградила бдительная охрана. Впрочем, территория за забором хорошо видна из окон домов, стоящих в непосредственной близости от импровизированной свалки. Вполне естественно, что никаких признаков пожара мы не обнаружили. А вот экологи, воспользовавшись эффектом внезапности, нарушения нашли. Организовали рейд, никого не предупреждая, с правоохранительными органами на транспорте, именно на машине полиции прорвались на участок. Нашли как минимум шесть площадок, где происходит сжигание отходов различных, как твёрдокоммунальных, строительных, так и обмотки от металлолома, от разборки металла. Справедливости ради надо отметить, что представитель застройщика заверил местных жителей, что проблема практически решена. А если задымление повторится, они могут звонить ему на личный телефон. Субарендаторы тоже сданы кусочки этой земли тем еще субарендаторам, которые как раз и, получается, сжигали свои отходы. С ними прекращены отношения. Жители надеются, что в ближайшее время виновные в экологических нарушениях будут найдены и наказаны. А они снова смогут дышать свежим воздухом. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Итак, мы посмотрели сюжет, и у меня один вопрос. Знаете, он даже, наверное, я хотел бы задать его шире. Вот общаемся очень много с различными людьми, ну, в силу профессий в том числе. Никто бумажку мимо урны не бросит. Никто никогда не выбросит что-то такое вот где-то, где не положено. Вот послушаешь людей, ну, то есть все вот за экологию, за борьбу, за окружающую среду, но откуда же берутся несанкционированные свалки? То есть вот какова природа их появления? Здесь масштабы надо брать пошире, да? Не бумажка заброшенная. Это уже, да, это уже система работы предприятий, юридических лиц как таковой. Потому что за физическими лицами мы этого замечаем, но более в малых масштабах. А если мы говорим о несанкционированных свалках, вот таких, как, например, на сюжете, да, то это с позволения именно юридического лица, который вот в данном случае, как он объяснял нам, что мы здесь временно размещаем отходы, далее мы перевозим их на полигон и так далее. Но это временное перетекает в постоянное и выливается в то, во что вылилось. То есть не заключая договора с региональными операторами, как нынешнее законодательство обязывает, не следят за тем, куда движутся дальше отходы. То есть собственник, образователь отходов по закону обязан проследить до конечного пункта, куда доставился его отход и как он утилизировался. Вот это, к сожалению, у юридических лиц, это понимание в настоящий момент, как мы видим, отсутствует. Может быть, это не у многих, да, но есть такие лица, да, и поэтому мы имеем такие несанкционированные свалки. То есть иными словами в погоне за дополнительной прибылью, то есть избавляя себя от расходов на утилизацию. На утилизацию, да. Проще свалить где-то рядом, не довести до конечной точки. Ну, в любом случае, Ленинский городской округ довольно обширная территория, может быть, он не самый большой в Московской области. Но, тем не менее, уследить, я думаю, за всем и вот так вот досконально весьма сложно. Как вы узнаете о том, что там, в том или ином месте появилась несанкционированная свалка? У нас сейчас очень развитое общение через мессенджеры. То есть это Телеграм, Ватсап и так далее. Мы уже знаем более активных граждан в тех или иных микрорайонах, которые непосредственно знают как личные телефоны администрации, я имею в виду должностных лиц, так и мой личный телефон. И мы создаем группы в Телеграмах, мы создаем группы в ВКонтактах. И жилые микрорайоны также создают свои группы, о которых мы тоже следим за этими группами и тоже следим за обращениями, которые выкладываются в этих сетях. И мы стараемся быстро реагировать на них. Ну а, скажем, вы даете какие-то советы жителям, как нужно поступить, какие действия нужно предпринять, если они увидели вдруг вот такое вот противозаконное действие? Конечно, мы даем советы, и даже можно сказать, что иногда жители уже научены этим опытом общения с нами, общения с надзорными органами, уже знают, куда постучать, в какую дверь. Для того, чтобы, первое, ликвидировать свалку, чтобы она никому не мешала, да, и второе, найти виновного и наказать. Ну, правильно я понимаю, что там нужно как-то сфотографировать или как-то сделать видеофиксацию? Фото-видеофиксация — это первое, что делают жители. Даже без наших советов. И за что им большое спасибо, потому что именно первые улики помогают нам найти виновного. Фиксируют и машины, и автотранспортные средства, точнее, госномера. Фиксируют людей, кто так или иначе к этому причастен. И далее оперативно сообщают в службу Госадомтехнадзора, в Росприроднадзор. То есть люди уже знают телефоны, и также к нам в отдел звонят, как только обнаружат. Могут и в чатах разместить, в чатах, в которых присутствую, например, я лично, или кто-то из сотрудников администрации. Ну, как я понимаю, могут и у вас возникать сложности с проникновением на какую-то территорию, если вот как в сюжете, который мы посмотрели, то есть она просто огорожена, это частная территория, стоят охранники и говорят, нет, не пустим. Как я понимаю, вам, наверное, коптера не хватает. Нам коптера не хватает, на самом деле, потому что это, наверное, последнее наше мнение. Это единственный такой помощник, который может нам помочь зафиксировать факты сжигания отходов. Например, когда мы устраиваем рейды самостоятельно, даже без органов полиции, конечно, мы опасаемся, я не буду скрывать, и за свою жизнь, и за тех, кто нам сообщил об этом нарушении. Поэтому иногда зачастую в последнее время есть такие участки, куда мы не можем действительно попасть. Мы можем зайти, постучаться в дверь, нас не пустили. То есть превысить наши полномочия мы тоже не можем. Поэтому, конечно, нам нужна помощь жителей в плане сообщений. Хорошо. Какое наказание несут те, кто совершил подобные противоправные действия? Тем более, что для экологии это, наверное, одно из самых серьезных нарушений. Наказание предусмотрено федеральным законом. Кодексом об административных правонарушениях, как в Московской области, так и на федеральном уровне. Это статья 8.2 наказания юридического лица. То есть штраф до 300 тысяч. Но при этом следует не забывать, что надзорные органы могут произвести расчет ущерба, который может достигать миллионы рублей. Хорошо. Какова сейчас ситуация со свалками? В последнее время ситуация, можно сказать, что улучшилась. Так у нас были очень частые случаи образования санкционированных свалок на территории сельского поселения Булатниковска. Их пресеклись. Здесь очень хорошо сработала администрация, как поселение, так и район, и корпус совета депутатов местного. И больше таких проблемных точек у нас с несанкционированными свалками у нас нет. Есть даже проблемы с санкционированными свалками. То есть это плановые проверки в отношении них, возбуждение этих плановых проверок. Поэтому по поводу несанкционированных свалок, я думаю, что мы справляемся с этим. Ну, а вот еще такой вопрос, он, может быть, лично меня волнует, да хотя я думаю, что и всех. А почему именно вот, как-то вот, как я обратил внимание, именно где-то на территории именно горок ленинских происходит, вот большинство, это обусловлено тем, что там вот ведется и строительство, и существуют зоны, где расположены всевозможные предприятия. То есть, видимо, из-за этого или почему? Ну, вот большая часть, если говорить о непосредственно деревне Горки, большая часть этой территории, промзоны этой деревни, она недоступна. То есть она закрыта, и та часть, которая еще остается открытой, она может быть бесконтрольна, безнадзорна в некоторых ситуациях. Например, если мусор везут ночью, или... Ну, там большая часть размещения строительных отходов. Строительных отходов в водоохранной зоне. Вот недавно мы тоже проводили рейд по водоохранной зоне реки Щербенко, где обнаружили, что частное лицо, засыпая свой земельный участок, планируя его, решил разместить строительные отходы и на соседней неразграниченной госсобственности водоохранной зоне реки Щербенко, непосредственно в урез воды, о чем мы сообщили в надзорные органы, в органы полиции, для того, чтобы пресечь это нарушение. То есть повсеместно один отдел экологии, конечно, справится с этим, я имею в виду, с надзором. Ну, не в силах физически, да, не в состоянии. Поэтому, как только поступает какой-то сигнал, мы обязательно стараемся реагировать. Что касается этой территории непосредственно, то сейчас за ней ведется пристальное наблюдение, и мы комиссионно организовываем выезды. Ну, а вот помимо горок Ленинских, где вот и сюжет, который мы посмотрели, и действительно там ситуация такая сложная, еще какие-то есть вот проблемные места, на которые... В настоящее время нет. То есть сейчас у нас главная точка – это территория городского поселения Горки-Ленинска. Вы часто вот говорите в своей речи, что обращаемся в правоохранительные... То есть я правильно понимаю, что, по сути дела, у вашего отдела каких-то действительно там больших полномочий, карательных полномочий нет? То есть как происходит взаимоотношение вот с Госаднотехнадзором, с органами полиции? То есть вы пишете какое-то заявление, вот как происходит сама процедура? Для того, чтобы организовать неплановую проверку в отношении юридического лица, нам необходимо просто подготовить обращение в надзорный орган. Будь это обращение от жителя, поступившее, мы перенаправляем его в надзорный орган, соблюдая 294-й федеральный закон о проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что такие неплановые проверки необходимо согласовывать с органами прокуратуры. Только после согласования надзорный орган может выехать, проверить так, не так, оштрафовать, привлечь к ответственности. Но иногда, что касается региональных органов надзора, мы организовываем с ними рейды. То есть прежде чем им выехать, проверить и направить на согласование в прокуратуру ту или иную проверку, он приезжает, проверяет так, не так, и уже по конкретным замечаниям он выходит на согласование с органами прокуратуры. То есть так не так имеется в виду в конкретном месте нарушения? Подтверждает он это, вот наше обращение. Он еще должен проверить и подтвердить. То есть выявить, действительно есть там нарушения, так скажем, образно, обсмотреть сначала эту территорию, есть ли это нарушение или нет. Потому как иногда бывают такие случаи, когда люди просто по соседству друг на друга начинают писать какие-то жалобы. Ну хорошо, а если вот как то же самое, с чем сталкиваетесь вы, если нет возможности проверить? Ну там вот огороженные территории? У нас, у нас нет возможности проверить. А у них? У органов надзора есть такие полномочия, то есть их не пустить просто не могут. Ну что ж, я предлагаю от таких довольно, ну в чем-то невеселых тем перейти к теме позитивной, а именно к акции, которая в скором времени будет проводиться на территории Ленинского муниципалитета. Это акция «Наш лес, посади свое дерево». Прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях начальник отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского района Татьяна Лебедева. И сейчас я попрошу наших режиссеров показать еще один сюжет. Это сюжет о том, как эта акция проходила в прошлом году. То есть мы посмотрим, вспомним еще раз, как это все происходило и продолжим нашу беседу. Внимание на экран. Акция «Наш лес, посади свое дерево» проходит в регионе с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На территории Ленинского района в этом году посадку деревьев провели на 62 площадках. Высадили более 200 тысяч 300 саженцев. Это хорошая такая акция, которая помимо того, что направлена на экологию, еще и объединяет вокруг хороших, добрых дел много-много людей. Поэтому я уверен, она будет из года в год дальше продолжаться, развиваться, культивироваться. Для того, чтобы все-таки объединяя людей делать наши дворы, наши города, наши поселки краше, комфортнее для их проживания. На протяжении всего мероприятия царила праздничная атмосфера. Люди пели, танцевали, а творческие коллективы и артисты Ленинского района поздравляли жители города Видное всеми любимыми песнями. Ты мое сердце из чистого золота, и я спасу тебя от холода. А для тех, кто успел проголодаться за время работы, приготовили вкусную гречневую кашу с горячим чаем. В этом году акция «Наш лес, посади свое дерево» снова объединила большое количество людей совершенно разных профессий и возрастов. Так, например, Светлана Ростова посадила дерево вместе с дочкой. При такой хорошей погоде, как сегодня, было бы сложно не выйти. И на будущее, наверное, помогать людям объединяться вокруг своего города. Это тоже доброе дело, которое помогает. Природа – это наше богатство, которое нужно беречь. И главное, что молодое поколение понимает это и с удовольствием участвует в такой акции. Как можно больше можно проводить таких мероприятий. Потому что все мы делаем для нашего будущего поколения. В этой акции приняли участие более 8 тысяч человек. И каждый, кто пришел, посадил свое дерево. Благодаря этому мероприятию город стал еще зеленее и красивее. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Евгений Садовский. Видное ТВ. Итак, мы вспомнили, как это было в прошлом году. Теперь давайте узнаем, что будет в году нынешнем. Итак, каково количество зеленых насаждений планируется высадить в ходе нынешней акции? В ходе нынешней акции планируется посадить около 5400 деревьев и кустарников. Это порядка 120 площадок у нас на сегодняшний день утверждено. То есть это количество вдвое больше, чем было высажено в прошлом году. То есть правильно я понимаю, что, как и в прошлом году, площадки равномерно расположены по всему муниципалитету? Ну, можно сказать, что большая часть их, конечно, локализуется в городском поселении Видное. Но я думаю, что это связано с количеством проживающих жителей, поэтому заявок от них поступало больше. А вообще, эта акция охватывает весь Ленинский городской округ. Ну, помимо заявок от зрителей, о которых вы упомянули, как еще формируется, может быть, эта карта, на которой будет проходить акция? Ну, мы в первую очередь стараемся уделять образованию именно школам, детским садам внимания, особенно на новых территориях, где еще нет такого количества насаждений. У нас в этом году участвуют 18 образовательных учреждений и три учреждения культуры. Это школа искусства и школа Олимпийского резерва. Это замечательно. А как осуществляется подготовка к акции? То есть, вот сама логистика вот это все? Начинается все с обращений, которые поступают в течение года в администрацию. Обращения, которые поступают в главе непосредственно. Они стекаются все в одно русло в наш отдел. Здесь мы их обрабатываем. То есть, в течение года мы смотрим, что хотят жители, что действительно можно посадить у нас с учетом климатических условий, а также с учетом различных местоположений. То есть, иногда мы не можем посадить здесь дерево, потому что рядом либо строение, либо сети, либо еще что-то. Мы меняем дерево на кустарник, или отказываемся от посадки в том или ином месте вообще, вынуждены отказаться. Но, несмотря на это, мы предлагаем новые места. Я хочу сказать, что в этом году количество заявок практически... К нам поступило около 100 заявок от жителей и от депутатского корпуса. И мы обработали все заявки. Есть такие, которые... Можно их по пальцам посчитать. То, что мы отклонили в связи с причинами, которые я перечисляла. Интересно. А в дальнейшем осуществляется какой-то мониторинг за посаженными растениями? Осуществляется. Опять же, это нам самим даже интересно, да, что мы сажаем и что потом из этого получается. Большая часть из того, что мы посадили, приживается. Но, конечно, есть коэффициент неприживаемости, да. Это и погодные условия, возможно, уход неполноценный за какими-то саженцами был. Поэтому мы делаем свои выводы и эти уроки на будущее имеем в виду. Но, видите, в названии акции у нас есть такая строчка. «Посади свое дерево», как я понимаю. Совершенно верно. То есть, видимо, мониторинг-то должен быть не только с вашей стороны. Правильно ли я понимаю? Конечно. Иногда мы получаем в свою сторону замечание о том, что вот вы посадили и не ухаживайте. Вот я хотела бы обратить внимание на то, что действительно акция «Посади свое дерево». Но хочется еще донести именно то, что необходимо не только посадить, но и вырастить. То есть, вы посадили свое дерево, причем большая часть этих деревьев высаживается на придомовых территориях. То есть, каждый житель, посадив свое дерево, может выйти и полить, я думаю, самостоятельно иногда, и подкормить, может быть, это дерево, поухаживать за ним для того, чтобы оно прижилось, и дальше радовало глаз. А как определяется, вот мы знаем, что есть центральная площадка, то есть, ну вот, в том числе и наши телевидения туда приезжают, то есть мы понимаем, что это какая-то центральная площадка, такая как витрина всей акции. А как она определяется? Просто интересно. Ну, такие площадки мы определяем, опять же, исходя из потребностей, то есть, исходя из обращений, если, вот, например, в настоящее время это коллективное обращение, это новостройка, на что в этом году обращено особое внимание губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева о том, чтобы именно застройщики привлекались к этой акции, к проведению и в новостройках. Также мы смотрим по масштабности ее проведения, то есть по количеству высаживаемых насаждений, для того, чтобы в этой акции могло принять участие большее количество людей, то есть разместиться, спокойно посадить именно свое дерево, принять участие, может быть, в культурной программе, то есть провести время, провести приятное время, так скажем. Ну вот вы как раз упомянули застройщиков, а мне интересно, а какие-то вот действительно организации делают ли вклад вот в эту акцию? Какие-то, может быть, коммерческие, общественные, еще какие-то? Конечно, вот в нынешней акции участие принимают ведущие застройщики, это группа компаний «Гранель», группа компаний «Самолет», дальше группа компаний «Лидер», «МИЦ» и так далее, «Сити 21 век». А что касаемо предприятий, вот у нас порадовало общение с нашим клубом «Витофит», которые тоже сами отозвались и решили принять участие в этой акции. Коксогазовый завод непосредственно купил саженцы и будет тоже сажать на придомовой территории, то есть не на территории своего завода, да, на придомовой территории. Торгово-промышленная палата нам помогает в этой акции. В общем, это организация. Всем миром озеленяем наш городской округ. Спасибо вам огромное. Сейчас, кстати, может быть, вы обратитесь к нашим зрителям и пригласите их на эту акцию, тем более, что у нас осталось прям считанные секунды. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые зрители, приглашаем вас принять участие в акции «Наш лес, посади свое дерево», которая состоится 21 сентября в 11 часов. Центральная площадка, улица Завидная, ориентируя, дом 22. Ждем всех с хорошим настроением. Инвентарь на месте, посадочный материал на месте. Спасибо на добром слове. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с начальником отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского района Татьяной Лебедевой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова